Слава Богу, братья и сестры. Я действительно рад стоять на этом месте. Хочу сегодня говорить на такую тему. Скажу, что в первую очередь она близка мне, лично мне, лично мне, моей жизни, моей семье. Я думаю, что каждый из нас, может быть, в какой-то мере может найти себя в этом. Может быть, это не какая-то широкая, обширная тема, или какая-то доктрина, или что-то еще там, глубины богословские. Это просто то, что я переживаю лично в своей жизни. Хочу зачитать в начале стих из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Название я осмелился дать такое. Почему Бог приходит в нашу жизнь? Как Он приходит? Ну, в принципе, что-то связанное с этим. Часто так получается, что в нашей жизни что-то происходит. Иногда, ну, как правило, мы на хорошее не обращаем внимания. Мы к хорошему привыкаем. Внимание мы обращаем на что-то нехорошее или плохое, на что-то неудобное. То, что нас стяготит, то, что доставляет нам какие-то проблемы, трудности. Очень часто это, очень часто это болезни. Ну, наверное, болезни это то, что, ну, очень сильно нас удручает. Я думаю, что это не только у меня так, не только в моей семье. Какие-то трудности финансовые бывают, да, у кого-то это тоже очень тяжело проходят, и такие этапы в жизни. Но болезни мы как-то часто очень тяжело проходим и проживаем эти моменты. Ну, у каждого свои проблемы бывают в жизни. Я задавался вопросом, для чего это происходит в жизни или вообще для чего Бог приходит в нашу жизнь? В каждую жизнь Бог приходит по-разному. У кого-то, опять же, Он приходит, допускает в нашу жизнь какие-то трудности. Я для себя вот несколько пунктов выписал. Бог может прийти для того, чтобы укрепить нашу веру, для того, чтобы закалить нас. Как золото очищается бывает, говорят, что бросают его в огонь, и оно должно при больших температурах, оно должно находиться какое-то время в огне, чтобы выгорели все вот эти ненужные вещества из него, чтобы оно очистилось, золото. И в некоторых случаях иногда мы смотрим на людей, бывают люди в церкви, да, именно про церковь мы говорим, что кажется, ну, они, ну, можно сказать такое слово, святые люди. За что им кажутся вот эти проблемы в жизни? И, наверное, я для себя какой-то маленький такой вывод сделал, что есть некоторые люди, которые проходят какие-то трудности просто для того, чтобы люди окружающие, глядя на них, они знали, как проходить, как проходить через эти трудности и испытания. Иногда говорят люди, бывает, придешь к человеку в больницу, чтобы навести человека и чтобы ободрить его, и ты приходишь, понимая, что ты ему ничего не дал, что этот человек дал тебе намного больше. Просто тем, что он лежит, он может не двигаться, он без движения лежит, может быть, годами. Но я слышал сам такие истории, когда люди уходят и говорят, я не понимаю, я пришел ему что-то говорить, а я просто молчал, говорит, он меня ободрял, я, говорит, на крыльях от него улетал. И именно про эти моменты я хочу сказать, что Бог дает такие вот, такие моменты в жизни и таких людей для того, чтобы мы, глядя на них, могли ободриться, ободриться в вере и усилиться в вере. И еще один момент, а еще один пункт написал, чтобы иногда, может, бывает, что Бог приходит, или чтобы нам напомнить какие-то моменты, где мы что-то, может быть, обещали Богу исполнить, что-то сделать Богу обещали, но не исполнили. Иногда бывает, что мы забываем это. Бывает так вот с пылу, в каком-то пылу мы можем пообещать Богу что-то. Если ты что-то мне это сделаешь, то я тебе вот это буду делать, или всю жизнь буду что-то делать. И бывает забываем. Иногда Бог напоминает. И Бог приходит иногда для того, чтобы мы что-то изменили в своей жизни. И я хочу говорить сегодня именно вот об этом моменте, что если бывают такие моменты, когда мы в жизни, что-то происходит с нами конкретно, когда мы просто остываем. Если говорить именно о том, когда Бог приходит для того, чтобы нас вернуть к себе, вернуть на свой путь, то, ну, во-первых, я хочу уточнить, что не всегда, не всегда, это я считаю, что важно уточнить, что не всегда Бог приходит в жизнь или приходят трудности какие-то, если мы согрешили. Это ни в коем случае не так, ну, по крайней мере, я так не считаю, что если у человека болезнь или проблема, то это Бог его наказывает за что-то. Думаю, что-то нужно было сказать. Например, мы видим пример Иова. Он также должен был послужить примером и для нас, и для того мира, и до сих дней, до наших дней. Он является огромным примером стойкости в вере, как он был верен Богу во всех трудностях жизненных. Например, еще Евангелие Таана, 9 глава, мы читаем про одного человека, там как раз от начала главы. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Это просто, к примеру, о том, что совсем это не так, что Бог приходит только для того, чтобы наказать. Если говорить о тех случаях, когда мы, может быть, начинаем вести какую-то жизнь, такую не совсем угодную Богу, где-то отступаем от своих каких-то основополагающих истин, на которых, в принципе, вся вера наша, она должна стоять твердо. Я как-то, у меня мысль такая посетила, думаю, вот слово такое «отклонение от курса». Иногда мы, кажется, слегка отклоняемся от курса. Я вот такую табличку, типографик какой-то видел и спросил, вот в интернете спросил, если отклониться, допустим, скажем, условно взять 100 метров, там, 1000 метров и отклонить курс на 1 градус. И, ну, я думаю, что это правильные подсчеты, что если на 1 градус отклониться через 100 метров, мы отклонимся от основного курса примерно на 1,7 метров, плюс-минус, на 1,7 метра. Кажется, 100 метров прошли, да, это какой-то отрезок пути, и вот она, истинная дорога, она еще рядом. Всего лишь там метра полтора, да, рядом. Если пройдем 1000 метров, это уже 17 метров отклонения. Я считаю, что это уже довольно большое отклонение, но наша жизнь, она длится намного дольше, чем эти условные 1000 метров. Я вчера еще один момент записал, что, думаю, я не знаю точно, пишет ли Библия о размере и ширине небесных врат, но я думаю, что если отклониться примерно на 1 градус, а то и даже меньше, то будет обидно, если можно в самом конце просто немножко-немножко пройти мимо небесных ворот. И, казалось бы, мы ходим в церковь, мы поступаем правильно, мы все делаем правильно, самое главное, мы знаем, как делать правильно. Иногда наша жизнь заключается в том, что мы просто только все знаем, как нужно делать правильно. У нас есть какие-то желания, мы все время хотим что-то делать, и все это заключается только в том, что мы только что-то хотим, хотим делать, но никак не приступаем к этому. Это называется как? Благие намерения. Но, по-моему, Джош Макдауэлл сказал, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Мы можем сколько угодно говорить о том, что я знаю, как правильно, но так в итоге ничего не сделать. И примечательно то, что дьяволу, дьяволу очень выгодна такая позиция человека, когда человек, он все понимает, он все знает, он знает Писание, но он просто теплый. Он такой, когда Слово Божие пишет, что ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл. Это самое плохое состояние. И часто мы становимся просто теплыми людьми. Яков пишет, кто разумеет делать добро, Якова 4.17, Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И часто мы просто живем, продолжается наша жизнь, и мы уже прямо костенеем в таком состоянии, когда мы просто живем, у нас все хорошо. Но я себе такую мысль взял, что иногда, когда кажется, что у нас все хорошо, просто у нас действительно все хорошо в жизни, то, может быть, у нас есть какие-то проблемы. Потому что, когда ты поворачиваешься уже лицом к Богу в жизни, то дьявол совершенно точно начнет тебя атаковать. Когда ты стараешься что-то делать к Богу, и дьявол видит, что ты отворачиваешься к нему спиной, он старается тебя атаковать, чтобы ты обратно вернулся к нему. Про встречу с Богом, я, допустим, вот пример помню для меня, очень большой пример из Слова Божья про апостола Павла. Тогда еще на тот момент Савла, который, он был фарисеем из фарисеев, он гнал христиан. Церковь, когда была, начинала, проходила такой этап становления церкви. И Савл, тогда еще Савл, он очень рьяно так, он гнал церковь, гнал христиан. И однажды, однажды ему повстречался Иисус. Он вдруг ослеп, яркий свет осиял его, он перестал все видеть вокруг, и он спросил, кто ты, Господи? Понимаете, он знал Бога, но просто они, иудеи, если говорить о иудеях, иудеи не поняли, не знали, не поверили в то, что это действительно Мессия пришел. И Савл, он, кажется, ничего плохого не делал, но просто он забыл истинного Бога, они не поверили ему. И он встретил Иисуса. Иисус пришел в его жизнь. И я один пример прочитал. Анна Грэм Лоттс, это, по-моему, дочь Билли Грэма, как-то на телевидении проходила какая-то такая телепередача, посвященная событиям, произошедшим 11 сентября, вроде бы 2001 года, если я не ошибаюсь, когда вот эти вот огромные башни-близнецы были взорваны этими самолетами, рухнули, множество людей погибло. И она была участником, участницей вот этого вот телешоу. И ей задали вопрос. Говорят, как, как по-твоему, вот что ты скажешь о том, как Бог вообще мог допустить такое, чтобы такое произошло, чтобы столько людей погибло в один день? Потому что это действительно новость такая, которая потрясла мир. И я выписал себе цитаты, которые она ответила, несколько буквально. Она сказала, я верю в то, что Бог скорбит так же, как и все мы. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. И можем ли мы теперь ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил? Она продолжала и говорила. Мы, кто-то сказал, в школе не место молитвы. И мы сказали, хорошо. Кто-то еще сказал, что в школе не место Библии. Библии, в которой написано, не убей, не кради. И мы сказали, хорошо, мы согласились с этим. В какой-то момент, говорит, вы разрешили аборт, и сказали, что это тоже хорошо. Она рассказала один случай, когда один молодой человек написал, вроде это было как письмо, адресованное им, Богу адресованное. И он писал, дорогой Господь, почему ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе в школе? А Бог ответил ему просто, потому что меня не пускают в школы. И что-то, может быть, подобное происходит в нашей жизни. Мы потихонечку, потихонечку становимся такими теплыми людьми и сами не замечаем, как мы вытесняем Бога из нашей жизни. И потом нас почему-то пугает, когда Бог приходит в нашу жизнь. Я знаете, что заметил? Если вспоминать, как раньше люди жили, как люди горели, горели для Бога, стремились к тому, чтобы встретиться с Богом, чтобы Бог пришел в их жизнь, они жаждали этого. Я замечаю, что в наше время часто мы просто боимся, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. Потому что совесть наша, она постоянно нас судит. Мы понимаем, где-то еще совесть наша не сожжена до конца, и мы понимаем, что мы поступаем не так. И в это же самое время мы боимся, что Бог придет, и наш страх заключается в том, что Бог придет и накажет нас за наши грехи, за нашу неугодную Ему жизнь. Это действительно проблема, потому что мы же христиане. Мы должны жаждать общения с Богом, мы должны жаждать тесного общения с Богом, тесной жизни рядом с Ним. Но мы живем, наоборот, в страхе. Мы боимся прихода Бога в нашу жизнь. И бывает так, что иногда при таких вот наших обстоятельствах жизни Бог приходит в нашу жизнь. У каждого по-разному. Что-то Бог допускает в нашу жизнь. Я даже думал о том, какие все-таки мы стрессоустойчивые стали, что даже мы болеем, и мы ленимся даже подумать о том, что, может быть, Бог нам хочет что-то сказать. У нас проблемы в финансовой сфере. Мы опять ленимся подумать о том, что Бог хочет нам что-то сказать или говорит нам об этом. У нас проблемы где-то на работе, и мы не хотим думать о том, что это Бог нас зовет. И Бог часто очень нежно, совсем мы можем этого не почувствовать. Потому что Бог, Он точно что не наказывает. Он не жестокий Бог. И Он не будет наказывать сразу нас очень жестоко. Он потихонечку, Он сначала тихонько постучит в сердце. Он будет подсказывать мягко тебе. Но мы, как я говорю, стрессоустойчивые такие стали. Нам одного раза мало. Все прошло, выздоровел, хорошо, все отпустило. И дальше продолжаем такую же самую жизнь. И мы не хотим слушать о том, что, может быть, это все-таки Бог приходил и что-то нам подсказывал. И неужели нам нужно ждать чего-то более страшного в нашу жизнь? Я считаю, что не нужно ждать. Я думаю, что для христиан нам важно понимать. Это очень важная мысль, что если Бог приходит в жизнь христианина, именно христианина, значит, наверное, нам нужно радоваться. Потому что Богу еще есть до нас дело. Хуже было бы, если бы Богу уже не было до нас дела. Если бы мы были безразличны Богу. Это была бы действительно катастрофа в нашу жизнь. А так, я считаю, что очень мудро с нашей стороны во всех ситуациях жизненных искать, что Бог хотел нам сказать. Для чего нам это было дано. В жизни нашей, знаете, приходят всякие, бывают, происходят проверки, какие-то комиссии. И после этих проверок мы, как правило, что-то пытаемся изменить. Ну, так должно быть во всяком случае. И у каждого человека свой отрезок времени, на который хватает этих проверок. Кого-то хватит на неделю, кого-то на год хватит, и мы снова можем вернуться к той же жизни. Однажды я слышал историю, по-моему, Сергей Александрович рассказывал на рождественском вечере молодежном, про одного человека, про одного мальчика. Где-то в Америке, ну, в истории, наверное, современной уже Америки, одна какая-то компания американская проводила акцию для детей-инвалидов. Эта акция заключалась в том, что они приглашали детей, брали у них интервью, просто разговаривали с детьми. И один мальчик, он сказал о том, что он очень сильно хотел бы увидеть президента Америки вживую, вот хотел бы поговорить с ним. И это интервью как-то просочилось, потом оно попало на телевидение. Каким-то образом это интервью увидел президент Америки на то время. И однажды, рано утром, пока еще все спали, отец этого мальчика, он слышит стук в дверь. Кто-то постучал в доме. Ну, представляете, какая обстановка может быть утром, да? Не всегда у нас порядок утром, потому что кто ждет гостей с утра? Он встал, натянул на себя пижаму какую-то, и он пошел открывать дверь. Он открывает дверь, и на пороге стоит президент Америки. Он увидел его и опешил, потому что ему, во-первых, стало стыдно за ту обстановку, в которую он, получается, сейчас впустит президента Америки. Он впустил его, ну, ему спросили, можем мы войти? Он сказал, да, конечно, можете. Смотрите, они вошли, президент, там его еще команда. Было общение президента с этим мальчиком. Когда они ушли, отец сказал такие слова. Вот так было в моей жизни. Пришел президент, которого я ждал всю жизнь свою. Я ждал встречи с ним всю жизнь. Я должен был готовиться к этому, но в тот момент, когда он пришел, я мечтал о встрече с ним, но в тот момент, когда я пришел, я оказался просто не готов. Это, говорит, осталось разочарованием в мою жизнь, говорит, на всю оставшуюся мою жизнь. Я ждал этой встречи всю жизнь, но когда эта встреча наступила, я оказался не готов. Это действительно печально, и я думаю, что это должно быть уроком для каждого из нас. Однажды Корнилий говорил Петру такие слова, «Ты хорошо сделал, что пришел». И однажды меня мысль такая посетила, можем ли мы сказать Богу такие же слова, когда Он приходит в нашу жизнь. Спасибо Боже, что Ты пришел в мою жизнь. Ты хорошо сделал, что пришел. Я благодарен Тебе за то, что Ты пришел в том виде, в котором Ты пришел. Рады ли мы Его приходу? И очень редко в трудностях мы думаем о том, что Бог допускает это в нашу жизнь для чего-то. Мудрость — это сказать Богу за то, что Он пришел в нашу жизнь. Это мудро поступать, и мудро искать, почему и для чего именно Он пришел. Очень важная мысль, что... Как-то недавно, по-моему, Саша Пашкевич говорил, это в проповеди, что Бог приходит в нашу жизнь не для того, чтобы нас уничтожить или погубить. Он приходит для того, чтобы нас укрепить, для того, чтобы нас поддержать, для того, чтобы нас усилить в нашей вере. И я хочу сегодня, вот на фоне этих рассуждений, я хочу сегодня задать каждому из нас вопрос, и себе, опять же, что мы выбираем для себя. Жить всегда в страхе, быть наказанным за грех свой, жить с мыслями о потерянном спасении, потому что часто так бывает, что из-за нашей жизни такой вот неугодной и такой теплого такого состояния мы часто... Я слышал многое, что в христианском мире, это очень такое уже популярное, наверное, выражение, когда люди говорят, что мне кажется, что я потеряла спасение. У людей действительно страх спасения есть. Или мы выбираем жизнь, в которой мы будем иметь общение с Богом, постоянное тесное общение с Богом и ощущение того, что Бог всегда рядом. Я думаю, что если Бог приходит в нашу жизнь именно с такой целью, чтобы мы что-то изменили, то я считаю, что нам нужно откликнуться на Божий зов. Каждый из нас, он знает, что он может сделать для Бога. Кому-то нужно просто выходить из болота, в которые мы погрязли. Кто-то даже, может быть, уже давно служит Богу, но Бог хочет что-то еще, чтобы он послужил Богу. Каждый знает, что он может сделать для Бога и в чем он может измениться и изменить свою жизнь. И самое главное, я хочу, чтобы мы запомнили, что если Бог приходит, то нам не нужно разочаровываться, потому что Бог приходит не погубить нас, а чтобы укрепить нас и нашу веру. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.